Добрый вечер, дорогие друзья! Мы все хотим жить в красивом мире, в красивой стране, в красивом городе, в красивой квартире или доме. Как же этого достичь? Существуют, оказывается, люди, которые являются настоящими профессионалами в сфере красоты. Сегодня в гостях передачи «Избранный» нет ни врач-косметолог, а человек очень интересной специализации. Это человек, который занимается дизайном, является специалистом в области дизайна интерьера и мебели, ведущий специалист в этом деле в Казахстане, бизнесмен Сергей Рыжаков. Добрый вечер, Сергей! Добрый вечер! Добрый вечер! Очень рады вас здесь видеть. Такой импозантный, красивый мужчина, владелец красивых магазинов. Самое главное, богатый. Да, где продается такая красивая мебель, посуда, меценат, поддерживающий художников, культуру Казахстана. Все правильно? Надеюсь, что так? В смысле, надеюсь, то есть что-то... Ну, вы очень много это опережали, сказали хорошую. Я знаю, что в вашем магазине открыта уже выставка картин нашего друга Юрия Зобака. Да, ладно. 33 картины. Вы тоже приобрели картины или это просто под реализацией? Я приобрел лично у него три картины, а с остальной картины я выставил в качестве экспозиции, чтобы вы видели, потому что еще буквально... И где можно посмотреть? Это вы все можете увидеть в салоне Сержио, Интериорс, на улице Достык, 116, пересечение Сатпаева. Пойдемте сходим, Антон. Пойдемте сходим. Там те картины, которые мы еще не видели. Которые не закупили вы. Могу сказать, что мы там собрали действительно лучшие картины. Нет, лучшие здесь. Ну, посмотрим. Наверное, может, кто-то не до конца их все видел, но я знаю, что и ваши картины, которые были написаны Юрием Зобаком в качестве репродукции по поводу ваших книг, тоже великолепны. Но то, что я увидел и то, что видел, то, что висит у нас на экспозиции в Сержио, великолепно. Вы собрали там картины, которые им были написаны в разные годы или за какой-то один промежуток? Я думаю, там написаны картины в промежутке 15 лет после. Ого! Ну, вы с размахом. Живопись и график, или только живопись? Только живопись. Ну, давайте так. Давайте о вас поподробнее. Конечно. Опять я тут о Зобаке моем любимом. Все уже забыли, кто такой Зобак, хотя о нем нельзя забывать, между нами говорят. Калина Рышетова представляет интеллект и грацию. А я представляю добрую половину нашего населения, даже больше, чем половину потребителей. Вот мне хочется узнать, как к одному из потребителей. Как вдруг вы пришли к этому, что Сержио, Сержио, везде Сержио. Откуда все? Откуда корни растут? Ой, это такая длинная история. Наверное, потребуется... У нас час. У меня передача, чтобы рассказать о том, как я к этому пришел. Ну, начнем с того, что я профессиональный военный. Начнем с этого. Я закончил военное училище, воевал в Афганистане два года. После этого закончил военную академию в Москве, военно-политической академии имени Ленина. После академии так судьба распорядилась, что меня направили служить в Казахстан. В Караганду, потом в Алма-Ату, где я руководил одним из крупнейших воинских соединений здесь на 70-м разъезде. Был замполитом мотострелкового полка в самое такое тяжелое время, как раз перед распадом Советского Союза. И так получилось, что когда этот распад произошел, и я понял, что перспективы, те, которые я стоял перед собой как человек военный, они просто-напросто рассеивались. И я, наверное, один из самых первых военных людей такого ранга, в котором я находился, написал рапорт об увольнении из рядов вооруженных сил. И так в 33 года я, наверное, стал самым молодым пенсионером в Казахстане. За счет того, что у меня была выслуга лет месяц за три в Афганистане, я получил право на пенсию. И таким образом я ушел из рядов вооруженных сил. Но ушел я не просто так, в какое-то общее пространство, а начал заниматься тем, чем я профессионально обучался. Я начал работать в Институте стратегических исследований при президенте, где возглавлял блок вопросов, связанных с безопасностью. То есть я занимался вопросами разработки военной доктрины, всей системы военных законов. Был одним из первых людей из Казахстана, который шагнул в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Так что, но моя работа в Институте стратегических исследований при президенте длилась где-то в общей сложности полтора года. И понимая, что это же было 92-93 годы, годы были нелегкие, и что надо думать о том, чтобы твоя семья могла возможность кушать, нормально жить. Я принял решение для себя уйти в бизнес. И вначале я начал работать в одной из немецких компаний, потому что я свободно владею немецким языком. Мне легко было освоить азы бизнеса и контакты с немецкой стороной. И здесь, но эта компания занималась как раз мебельными делами, но в офисной части, ну какой-то промежуток времени я был в этой компании. И так получилось, что я, наверное, один делал 95% продаж всей этой компании. Вот так. По казармам позвонил просто? Нет, не по казармам, наверное, вот знаете, есть очень четкое понятие. Мы ставим цель, мы знаем, как эту цель достичь, и активно двигаемся. В короткий промежуток времени мы охватили, наверное, процентов 70 рынка того, который был в те годы. Ну, я думаю, это было очень успешно. Но в тот же момент мне и пришла и мысль, если я один умудряюсь достигать таких результатов, почему бы мне... И не остаться одному. Да, не остаться одному и заняться тем, чем я должен был заняться. И вот, начиная с 95-го года, я основал свою собственную компанию. Почему мебель, почему интерьер? Откуда это вот пошло? Ну, это, видите, она пути Господни неисповедимы. Витя, военный. Да, военный сидит и занимается дизайнером. Красота, это понятие очень странное, совместимое. Вы знаете, вот я же говорю, пути Господни неисповедимы. Мы идем туда, куда нас двигает рынок. Надо понимать так. Это очень прозаично, но я вам хочу сказать, что это было именно прозаично сначала. То есть голый расчет. Сначала все-таки образ военного победил сначала, да? Стиль мышления военного определил подход к бизнесу. Конечно, конечно. Ну, во-первых, мы видим, что требует рынок, что он на сегодняшний день, какие позиции он наиболее востребованный сегодня. То есть на тот момент, когда я начинал свой бизнес, только начинал подниматься вообще бизнес в стране. Началось огромное строительство, куча частных домов, жилищное строительство шло активным образом. Кредитование еще, помните, было такое на пике. Естественно, люди приходили первые те, кто зарабатывал свои первые деньги, зарабатывал очень хорошо. И эти люди хотели уже получить то, что они не могли увидеть здесь, но то, что давно-давно уже есть на Западе. То есть мне пришлось быть своего рода проводником вот этой красоты, которую я видел каждый день, пребывая на выставках в Милане, в Валенсии, в Кёльне, еще в других городах. И вот эту красоту я решил здесь активно продвигать. Сергей, вот времена-то меняются, и эффективность разных средств рекламы тоже меняется. Что было эффективным тогда? Какие методы рекламирования? А сейчас какова ситуация? Ну вот ситуация радикально изменилась. Если раньше 90% всей рекламы у меня было на телевидении, то после недавних изменений в нашем законодательстве, когда было запрещено рекламироваться на кабельных каналах, вещающих с, ну, допустим, с Россией, нужно рекламу размещать только на... На отечественных. На отечественных каналах. Ситуация немножко, ну, немножко серьезно изменилась. Количество наших непосредственной целевой аудитории сузилось, ну, наверное, процентов на 90. И мы стали четко и ясно видеть, что реклама телевизионная перестала быть эффективной. Это не потому, что я там что-то придумываю. Мы же отслеживаем каждый свой шаг, свои вложения, средства, какая идет возвратность наших рекламных средств. Так вот, реклама перестала работать. Естественно, мы перестали размещать рекламу на телевидении, потому что это перестало быть эффективным. Но так как рынок, мы обязаны двигать дальше, все переместилось в диджитал сферу. То есть на сегодняшний день самыми эффективными являются средства социальной сети. Так даже получилось, что активно продвигать эти сферы мне помог определенный один случай. То, что такое очень интересное. В прошлом году, в августе месяце, я отдыхал на Острове Иске. И в это же время, наверное, помните, на слуху появился Джанлук Аваки. Миллионер танцующий. Да, да, да. С красивой. Который выясняется, что уже не миллиардов. Да, который выясняется. Он весь в долгах. Да, да, да. Ну так вот, была красивая картинка. Ну вы решили. Ну, мы сидели, отдыхали. Тоже я решил. Почему не танцевать? Не танцевать, не дать ответку Джанлуке. И я выставил с хэштегом «Мой ответ Джанлуке Аваки». Через две недельки мне звонит редактор Андрея Малахова и приглашает на передачу. Что произошло? За этот промежуток времени, ну, я, получилось так, что через различные аккаунты, не только мои, а моих друзей, которые увидели это все. Видео превратилось в вирус. Да, оно превратилось, оно стало вирусным. И в общей сложности было около миллиона просмотров. Ого. И вдруг, неожиданно для меня, я начал получать возврат. Возврат тем, что количество приходящих людей в Сержу увеличилось, процентов на 30, автоматический процент продажи на 20 увеличилось. И я так смекнул. Это же, это и есть результат. И то, к чему я относился так слегка, как к несерьезным учетом, ну, я стал его воспринимать как инструмент реальной рекламы. И доведение всех своих мыслей, идей до той целевой аудитории, которая является моими клиентами. Ваш бизнес уже около 20 лет существует. Значит, у вас всегда получается, слава богу, достучаться до вашей аудитории. Да. То есть, то танцы, то песни. Нет, ну, это, конечно, это случай, танцы, песни. Но это здорово. Сергей, можно вот такой вот несколько общий вопрос. Выразите ваше отношение к бизнесу в женских руках. Женский бизнес делает женщину немного мужчиной. Я вам сразу скажу. Потому что... Мужчиной в семье или на работе? Или вообще по жизни? Вообще по жизни. Потому что нету на сегодняшний день легкого бизнеса. Его не бывает. И я вот сравниваю себя и своих коллег в своем собственном бизнесе. Девушек внешне. Красивых, хрупких. Но на самом деле в них такая сталь. Потому что иначе они не могли бы быть успешны. И мне с этой точки зрения их немножко жаль. Они теряют некоторую свою часть женственности. Но что делаешь? Выбора подчас не существует. Ты должен... Зато реализовывается. Да, реализовывается. Но что-то теряют, что-то находят. И это жизнь такая. Для мужчины быть волевым, сильным. Это нормально. Это нормально. Для женщины все-таки она внутри так богом устроена, что она все-таки хочет быть... Опираться на что-то плечо. Быть слабой. Это так богом создано. Поэтому нельзя, знаешь, из-за ребра-то Адама она появилась-то. Так же, Сейд? Поэтому я, конечно, ими всеми, особенно кто успешно это делает бизнес, восхищаюсь. Но в то же время мне их немножко жаль. Страшно. Страшно. Дамы, если не хотите, чтобы вас жалели, бросайте вы к чертям этот бизнес, идите домой, к очагу. Кошмар. Но профессионального образования дизайнера вы не имеете. Нет. Но вы знаете, я хочу вам сказать, что... Начнем с того, что у меня два высших образования. Эти образования гуманитарные. То есть я изучал на уровне самых лучших вузов мира, потому что академия, военная академия в Москве, которую я закончил, я считаю, что по своему уровню образования стоит выше Гарварда. То, что я чувствую. Во-первых, мы приходили уже туда взрослыми людьми. Нам было... Ну, с опытом уже. С опытом, да. В подчинении уже до этого у меня... Я пришел в академию, у меня за плечами было руководство пятистами человек. Это же огромный опыт был. Понимаете? Плюс служба, война. Мы пришли и занимались уже с пониманием того, что эти знания нам пригодятся и все всерьез. Поэтому образование, философия, психология, социология, все эти вещи, они уже были внутри меня. И понимая все эти процессы, которые происходят в мире на уровне теории, подпитанной той практикой, которая была, все это легло абсолютно на подготовленную почву. И воспринимая бизнес как в развитии, я понимал, что если ты не будешь сам изучать это, то ничего тебе не придет. Поэтому я, естественно, штудировал всю информацию, которая была в мире на тот момент. Не было ни одного интерьерного журнала в мире, который бы я не изучил от корки до корки. Я знал прекрасно все тенденции, которые появлялись в мире новые. То есть я шел в ногу со временем, абсолютно в ногу со временем. Плюс это подпитывалось тем, что мои клиенты, которые делали заказы на мебель, на аксессуары, они тоже привносили свое, и мы шли вместе к вот этим вершинам интерьера. Плюс у меня же было собственное дизайнерское бюро, которое тоже отрабатывало. Ребята-разработчики. Да, да, которые делали все это дело. И, то есть, понятие, есть понятие изучения, когда ты сидишь в аудитории, а другое дело, это твое собственное образование, которое ты сам занимаешься каждый день. На практике. Да, на практике. Мало того, что на практике, я и изучал это все в теории. Плюс я в год посещал в среднем до 10 выставок. То есть все малейшие изменения тенденций я пропускал через себя. Но вы были в теме. Я был абсолютно в теме. Я не думаю, что кто-либо вне нашего бизнеса мог бы что-то лучшее на тот момент знать, чем знал я. Потому что я жил этим. Сергей, вот вы сказали, что мы обязаны опережать, обязаны работать. Обязаны кому? Вот в вашем бизнесе. Вот какие цели у вас сейчас? Ну, давайте так. Будем откровенны. Для чего делается бизнес? Ради денег? Правильно. Так. Мы, да. Вот у миллионеров есть, допустим, какие-то там стадии. Дойду до миллиарда, брошу все, к примеру. Вот у вас какая цель? Так вот, я хочу вам сказать. Деньги не есть сама цель. Деньги есть твоя возможность для реализации каких-то твоих личных собственных планов. Ну, начнем с элементарного. Первое. Для того, чтобы реализоваться, ну, то есть какие-то планы, должен быть у человека дом. Должен быть. Семья должна быть обеспечена. Должна быть обеспечена. Дети должны получить хорошее образование. Должны. То есть вот эти минимальные стандарты, которые должны присутствовать, они должны быть присутствовать, с моей точки зрения, у современного человека, который занимается бизнесом, на уровне не меньше европейских стандартов. И мы это через бизнес обязаны это обеспечить. Я ставлю перед собой, как перед мужчиной, как перед мужиком, такие цели. Других целей быть не может. Теперь следующий шаг. Мы должны развиваться так, чтобы каждый раз твоя планка, это повышалось. И мы могли, естественно, свой бизнес увеличить, создавать какие-то резервные подушки, чтобы те катаклизмы, которые происходят вокруг нас, мы от них были каким-то образом немножко подстрахованы. Ну вот представьте, я прошел три кризиса на сегодняшний день. 98-й год. Я напомню просто. 98-й год. Когда случился первый кризис, компания потеряла в обороте в течение буквально трех месяцев три раза. То есть в три раза опустились наши продажи. Нужно было восстанавливаться быстро. Но и самое интересное, в самые тяжелые моменты и приходят самые неординарные решения. Вот в 98-м году, когда все, казалось бы, рухнуло, и я чувствовал, что наша покупательская способность, моих клиентов, упала до плинтуса, я пошел против течения. В чем это заключалось? Я вместо того, чтобы идти в самую низкую нишу бизнеса, продавать самые дешевые товары, наоборот, взял и прыгнул вверх. Что я сделал? Я открыл в тот момент шоурум «Сковалини», который в 98-м году, буквально в течение трех месяцев, и мы пожали друг другу руки руководству компании «Сковалини», и я через три месяца открыл этот салон, который окупился буквально за три месяца. Почему? В чем причина? Это, знаете, вот… Нет, ну то есть появились те люди, которые сидят высоко, повыше тем, кто был до контингента. Да, то есть мы дали людям то, у тех небольшого количества людей, которые имели хорошие, ну то есть, будем сказать, были деньги, достаток, и которые не были подвержены основному кризису, мы дали им тот продукт, которого на рынке не было. И этот продукт был лучше всех, благодаря чему мы и получили огромный толчок. В 98-м году за два года компания увеличила свои обороты с 98-го года в самый пик кризиса до 2001-го года в два с половиной раза. Вы также меценат, Сергей. То есть это что, ваш осознанный вклад в такое вот общественное развитие, какая-то десятина? Или это в продолжении разговора о церкви? Или просто вам нравится? Давайте так, есть вещи, которые мы обязаны делать. Если тебе Богом дается и дано что-то, то ты каким-то образом все равно обязан делиться. Обязан. Вопрос, в какой степени ты можешь делать, в той степени, в которой ты это можешь делать, чтобы это не было в ущерб как бы общему делу. Расскажите, а что вы именно делаете? Ну, я думаю, мне не хотелось бы, если честно сказать, детализировать. В общем. Есть детские дома детей, инвалидов, которые поддержим. Я не хотел бы это детализировать, но это делаем мы на регулярной и постоянной основе. Мы только что с вами говорили. Да, про Юрия. Есть и другие моменты, которые, ну, я сам же так как афганец, так, были поддержка и тех ребят, которые оказались инвалидами после войны. То есть и это тоже. А я слышала просто, к чему я клоню, гражданин актер, что вы поддерживаете спектакли. А, это? Да вы что, где? Где? Как это было? Ну-ка, давайте. Не выпускайте этого человека из студии. Ну, это я делаю, как бы сказать, на регулярной основе. Что за театр? Ну, в театре Лермонтова, наверное, было в общей сложности поставлено, наверное, больше 20 спектаклей. Антона, вы не знали? Да как-то это мимо меня прошло вообще. Где, где, где? Я слышал про наших спонсоров. А где были вы? Нет. Это еще с 90-х, я так понимаю. Я только, только полгода, по-моему, пауза была, вот последняя. Вот эту паузу про вас забыли сразу, видите? Без пауз. Ну, могу сказать одно, что кого только не было. Ну, из самых таких значимых фигур, к примеру, Янковский, Аверин. То есть, это вот те ребята антреприза, которые приезжают, это с вашей поддержкой? Ну, да, естественно. Ага. А подождите, а вот в отечественный продукт вложиться? В отечественный продукт? Ну, мы в основном вкладывались в тот продукт, который... Мы же, ко всему прочему, еще и бизнесмены. Мы хотим, чтобы... Ну, был оборот, в конце концов. Нет, не обязательно. Ну, это же должна быть и ответная... И реклама, будем так сказать. Одно дело, ты вкладываешь свои собственные средства, ты хочешь, чтобы каким-то образом это было на слуху. Ну, это же логично. Да. Логично. Ну, то есть, надо сочетать приятное с полезным. То есть, а вот отечественный продукт, это неприятно, это полезно. Нет, почему, почему, подождите. Начнем с того, что мой первый салон, которым я находился... Я помню этот салон. ...был в театре Лермонтов. Да, да. И, извините, я в течение четырех лет или трех на постоянное слое поддерживал наш театр Лермонтов, который находился в тяжелейшем в тот момент положении. Ну, а сейчас, в принципе, что его поддерживать? Он уже хороший. Нет, давайте так. Каждый выбирает свой путь. Я выбрал путь того, во-первых, эти люди из России могли бы и не приехать. А эти наши артисты, они здесь находятся на постоянной основе. Приходи и покупай недорогие билеты и смотри. А они могли бы из России не приехать. А за счет того, что мы вкладываем средства, они приезжают, и мы даем возможность людям увидеть эту красоту. А Юрий Зобок? Как на него вышли? Как вдруг дружба? Ой, это совершенно случайно. Просто оказалось, что... Шел Юра мимо магазина. Да нет. С картиной. Мне удалось заглянуть в подсобки одного человека, который владел, владеет картинами Юрия Зобока, и которые пылятся долгое время там. И когда я... Ну, там не только Юрий Зобок, там порядка 30 художников. И когда я увидел все картины, первое, что мне бросилось в глаза, естественно, вот эта яркость, необычность, экстравагантность. Больше такого сотрудничества ни с кем не было? Нет, почему? Были. Были? Были. У меня сейчас висят картины наших казахстанских художников и художников из Узбекистана. А это как-то способствует потом продвижению художников? То есть вот приходит клиент, говорит, вот оформите мне дом и вот парочка вот этих картин. Вы знаете, сейчас мы находимся в том моменте, когда люди все-таки больше смотрят на то, что им... То, что функционально. Функционально пощупать. Сейчас вот время такое не для души, будем так сказать. То есть в предметы искусства меньше вкладываются? Почти. Никто не вкладывается. То есть, но это пройдет время. И если мы преодолеем вот эти кризисные явления, в которых находимся, я думаю, придет время и для души. Люди всегда утилитарно мыслят тогда, когда, ну, количество денег ограничено. Им нужно где-то спать, как-то кушать. Не хотят, конечно, естественно, забывать и об отдыхе, куда-то ездить. Но о возвышенном люди начинают думать тогда, когда все остальное. Когда хлеб есть. Когда все есть. Сергей, ну давайте поговорим о прекрасном. Давайте. Дизайн. Что сейчас, в общем-то, в тренде, в моде? Сейчас, на сегодняшний день, произошли изменения в дизайне. Причем эти изменения, они, их цикличность такая, достаточно долговременная. Изменения в дизайне происходят так радикально, не чаще, чем раз в 5-7 лет. Если брать вот тот промежуток времени, 20 лет, которым я занимаюсь этим делом, мы прошли несколько стадий. Если поначалу, вот, наши, было в моде, в тренде классические мотивы, и они занимали в системе наших продаж порядка 60, а то и 70 процентов, то сейчас все перевернулось. Это связано с тем, что пришло новое поколение, которое хочет иметь, с одной стороны, экологичность, простоту, натуральные материалы, функциональность и технологичность. Поэтому, вот, те основные направления, которые я вам сказал, под них и подстраиваются все тренды, связанные с дизайном. Поэтому в моду пришел минимализм, хай-тек, ар-деко, ар-деко, нью-ар-деко. Пришли новые материалы. Сейчас активно используются, то есть, прежде всего, натуральные материалы. Дерево. Дерево, металл. Причем металл разный может быть. Это и хром, это и никель, это и позолота. Стекло, мрамор, гранит, оникс. То есть, натуральные материалы. Лучше от пластика. Да, натуральные материалы. То есть, и сейчас люди хотят, с одной стороны, видеть такую упрощенную роскошь, такую упрощенную роскошь, но в то же время, которая говорила бы достойно. 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 Но это должна быть такая спокойная, уверенная роскошь, которая без больше прямых линий, много технологий. Ну, допустим, если хотят иметь кухню, в ней должно быть много наворотов всяких разных. Различные механизмы, выдвигающиеся какие-то элементы, краны, которые поднимаются, шланги. Зачем? Неважно. Пусть зашумают. Да, да, да. И, кстати, многие подчас, они не так уж и важны, но сам факт наличия вот этих элементов, она тоже самая мягкая мебель. Люди хотят, к примеру, сесть на диване при помощи сенсоров, раз реклайнер выдвинулся, ты сидишь перед телевизором, задрав ноги, раз... Массаж принимаешь. Да, параллельно. То есть, людям нравятся вот эти элементы не только с точки зрения функциональности, а с точки зрения и моды. Они хотят видеть и в предметах интерьера те же гаджеты, которые находятся в них в руках. На протяжении всей беседы с вами меня мучает один вопрос. Антон, ты давно меня мучает? Мучает один Антон, да. Да, один Антон, да. А вы-то давно меня мучаете, а вопрос, он совсем замучил, и я хочу вам его все-таки задать. А почему Италия? Почему не Франция, не Скандинавия, не Америка? Все-таки Италия. Темперамент хороший. Ну, тут много факторов. Ну, первый фактор, один из основных. Я обожаю Италию. Я обожаю не только Италию, я обожаю все, что в ней существует. Я обожаю итальянцев, я обожаю итальянскую кухню. Нет, наверное, ни одного уголка этой страны, где бы я ни был. Я иногда итальянцам говорю, что я Италию знаю лучше, чем вы сами. No, 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 говорят итальянцы. Кази, кази. Господин директор телерадиокомпании «Шахар», спуститесь в студию, вас будут обожать персонально. То есть, это первое. Второе. Я абсолютно уверен в том, что в области дизайна итальянцам нет равных в мире. И это у них находится на генном уровне. Второй момент. Итальянцы, как ни одна другая нация в мире, зациклены на доме. Для них дом – это святое. Поэтому даже у них меняются приоритеты в положении в семье. Женщина у них гораздо важнее в доме и значимее, чем роль мужчины. Именно женщина имеет культ в Италии. Почему? Потому что она хозяйка очага. И поэтому это вот следующий момент. Плюс итальянцы, хотя так говорят, что они, ну, типа, немножко расслаблены, такие бесшабашные. Это все ерунда. Более обязательных людей в своем бизнесе я не знаю. Но это строится не на каких-то сухих подписанных там договорах. Там надо строить отношения больше на человеческих отношениях, на доверии, на… Могу сказать одно. Если ты имеешь тесные связи с кем-то, со своих партнеров, то они сохраняются на века. И там отношения не строятся из-за подписания какого-то договора. Там все, вот ты сказал слово, и все. Это настолько важно. И самое главное, я кайфую от этой страны, потому что в ней это сосредоточие и начало той цивилизации, которую мы сейчас имеем. Начнем с того, что куда пришло христианство, которое потом разошлось по всему миру. То есть с Иерусалима… А сколько там пожгло. Да, да. Ладно, кстати. Да. Почему вы туда не перебрались тогда? Нет, давайте так. Там можно отдыхать, а деньги надо зарабатывать в доме. А ты не путай туризм с эмиграцией. Где родился, там пригодился. Да, поэтому нет. Я как работал, так и буду работать в Казахстане. Сергей, ну вот тематика отношений очень важна. Наверное, все в жизни выстраивается на отношениях. Семья, отношения с друзьями, с родственниками, с коллегами, с бизнес-партнерами. Но почему же в Казахстане такой хаос царит в бизнесе? Очень распространено кидалово, предательство, обманы. Момент откатов, агашества. Ну все, все как положено. Почему? И как с этим бороться? И стоит ли бороться? Или надо вообще-то плюнуть на все и строить отношения с итальянцами, французами? Можно узаконить и сказать, ребята, это наша система. Ну давайте так. Есть вещи, которые должны быть априори в любом государстве. До тех пор, пока не будет диктатуры закона, ничего не будет. И эта диктатура закона должна быть на всех уровнях. От самого верха до самого низа. Если кто-либо на любой стадии позволяет себе эти нарушения, то ничего не будет. Второе. Мы должны четко и ясно понимать, что когда у нас будет абсолютная, безупречная диктатура собственности, которая не подвержена никакой коррозии, то есть вот это самое главное. Когда все будут понимать, что если есть, существует диктатура собственности. Если есть собственный человек, никто не имеет права ни под каким предлогом не отнять, не конфисковать. Вот когда это будет, тогда и будет порядок и в бизнесе, и в политике. Вот с этого надо начинать. Когда в конце концов объявят, что собственность – это неприкосновенно. Тогда не будет ни рейдеров, ни откатов, ничего этого не будет. А вот нужно, конечно же, на любом уровне препятствовать всему этому. Каким образом? Ну, допустим, мне не приходится этим заниматься, то, что вы сказали, потому что ко мне даже не обращаются с подобными вещами. Потому что я знаю, что от меня никто никогда ничего и не получит. К Сергею Ружакову не обращаться. Мы с жадным человеком и разговариваем сейчас. А мы-то хотели обратиться. Мы, как старые добрые коррупционеры, решили к вам подойти. И с другой стороны, взгляд ваш, как мецената, на культуру Казахстана, на сегодняшний этап развития? Я считаю, что все развивается в этом плане, все нормально. Единственное, что, конечно, спорные вопросы сейчас возникают, вы знаете, последние, связанные с некоторыми вопросами алфавита, латиницей. Я думаю, к этому нужно подходить не спеша. Я боюсь, что спешка в этом вопросе может большой пласт культуры просто немножко отодвинуть. Ну, представьте. Какая фильтрация происходит. Понимаете? Представьте, что сколько сто лет художники, писатели, драматурги писали. И эта вся культура отложена. Она уже имеет вполне материальное содержание в виде книг. И это же взять... Переиздать. Переиздать, перевести. Это огромный труд. То есть я хочу сказать одно. С этим спешить нельзя. Надо к этому очень и очень медленно. И не надо отводить на это какие-то 3-5 лет. Это должно идти абсолютно органично через историю людей. Только так. А в целом я вижу, что все движется. Идут выставки, идут спектакли, люди развиваются. Многие спектакли новые ставятся. Причем приходят совершенно новые режиссеры. Я вижу, что в принципе все движется нормально. Вы настроены оптимистично. Да. В этом плане? Да. Я считаю, что талантов у нас очень много. Я... Вот, допустим, я просто пример приведу. Вот, допустим, мой старый друг Баян Есентаева. 12 лет назад я поддержал ее для создания первого своего проекта продюсерского. Вы как раз о меценатстве идете, да? В тот момент она, никому неизвестная девочка, пришла ко мне и сказала, что вот, Сергей Александрович, посмотрите, у меня есть девочки, мы хотим сделать группу Кеши. Ну, я не знаю, к кому обратиться, но я говорю, ладно, давай. Показывай девочек. Показывай девочек. Показывай. Так и было. Посмотрел на девочек. В девочках дело. Нет, я посмотрел не на девочек, я посмотрел, как они поют. Талантливые, способные. Дальше. Она, как администратор и продюсер, такая волевая, бойкая. Дальше сестра, прекрасный композитор, который ставит и музыку пишет. Я видел, что есть все составляющие для того, чтобы группа начала существовать. И в тот момент я ей дал 50 тысяч долларов для того, чтобы группа состоялась. Но он сказал, девушка, ты мне должна написать бизнес-план, чтобы я видел, как все это движется. Я заставил ее, ее мозги тоже включиться. Не с точки зрения чисто искусства, а как бизнесмена. Все было продумано правильно. И она начала активно заниматься своим делом. Через год мне деньги она возвратила. Я, естественно, без процентов, ничего. Она возвратила деньги. Группа существует. Вот сейчас она снимает уже не первый фильм, не первую группу. Вот вам конкретный пример того, как можно из ничего сделать что-то. Сергей Александрович, есть пару проектов. Зря вы его признались. Давайте поговорим. Да, Антон очень талантливый человек. Я ваш агент, поэтому это моя работа. А, хорошо, то есть вы пробиваете, хорошо. Сергей, проценты, да, из вас тоже. Так и живем. Режиссер, актер, художественный руководитель нашего театра «Триумф». Так что поэт шикарный. Денег требуется много на него. Я читал, через чем прийти сюда, я прочитал вашу последнюю книгу. Дай бог не последнюю стихию, в смысле, сборник стимулу свежую. А нет ли у вас в планах, Сергей, открыть курс, где бы вы обучали дизайну? Зачем конкурентов растить? Нет, таких планов нет. Тогда присоединяйтесь к нашей школе искусств, где Михаил Кравец как раз-таки открыл свою лабораторию дизайна. Можно приглашать именитых дизайнеров. Если будет время, естественно, будет приходить, смотреть. Я открыт. Главное, чтобы это было интересно. Конечно. А что вам интересно? Ну, все интересное, то, что новое, свежее. Свежо. Да, вот так. Главное, интересно общаться с интересными людьми. Вот это самое главное. Так редко приходится это делать. Потому что такие неинтересные. У нас много интересных людей. Нет, просто я, мой круг общения так немножко достаточно сужен. Я не являюсь сейчас такой публичной персоной, может, как раньше. Почему? Ну, вот так сложилось. Классно, да? Очень философично. Кстати, еще такая очень интересная тема. Она актуальна. Спасибо за то, что вы ее затронули. Публичность в бизнесе вредит или помогает? Ну, вот в Инстаграме помогло. Да. Вы знаете, здесь это чаша весов. С одной стороны, я расскажу, как бизнесмен думает. Бизнесмен думает. Ну, вот я стану вдруг публичный. Начну светиться там на экранах телевидения или еще где-то. Финползе инферсу. Ну, это начнет привлекать какое-то определенное внимание. Есть такая, да? С другой стороны, если у тебя бизнес вот такой публичный, как у меня, то есть к нам же приходят клиенты живые, то мы волей-неволей обязаны пропагандировать новости, свой товар, тенденции, как мы только что с вами говорили, интерьерной моды. То есть мы обязаны это двигать. То есть и это есть дилемма. И ты должен в этой дилемме, конечно же, выбирать для себя главное. Главное, это, конечно, продвижение бизнеса. Но если ты чист, занимайся. Поэтому, естественно, плати налоги. Спи спокойно. Спи спокойно. Вот так. Ну, и двигай свою публичную часть сферы. Извините, а кадры вы где набираете? Вот дизайнеры, к примеру. Ну, давайте так. Люди, которые работают со мной, работают со мной 15-20 лет. Тот, кто пришел ко мне, от меня не уходит. Ну, а новые расширяетесь? Ну, в последнее время, в связи с тем, что происходит вокруг нас, расширяться не приходится. Надо удержать то, что мы имеем. Это самое главное. Вот поймите. Сейчас надо удержать то, что ты имеешь. Потому что после того, как произошел обвал тенге в 2,5 раза, покупательская способность наших клиентов уменьшилась. Очень. Ровно на эту величину. И, а мы же в основном товар-то импортируем из-за рубежа, а все это оплачиваем в евро. Цена-то растет на эту величину. Поэтому мы должны сейчас думать о том, как сохранить прежде всего бизнес, а не о том, как развить его. Что касаемо людей, те, кто... Надо ценить тех людей, прежде всего, которые с тобой работают и долго работают. Большой штат у вас? Достаточно. Достаточно. Человек очень закрытый. Мне нечего бояться. Но штат достаточный. С дизайнерами мы очень плотно сотрудничаем со всеми, которые в Казахстане есть. Мы создали так называемый каворкинг дизайнеров. Мы предоставляем им возможность ко всей базе данных, которая имеется в нашем распоряжении. Причем делаем это абсолютно на бесплатной основе. Обратившись к нам, член каворкинга дизайнеров, во-первых, он может вести переговоры на нашей базе. Мы предоставляем ему базу каталогов, возможность запросов по всему миру, благодаря нашей логистической системе, которую мы создали за 20 лет. То есть мы продвигаем дизайнеров, их работы через свои средства коммуникации, через социальные сети. То есть мы находимся в очень плотном и тесном контакте со всеми дизайнерами. Красота побеждает. Сергей, спасибо вам большое за то, что вы пришли на нашу передачу. Вам процветание вашему делу красоты. Все-таки дизайнерская сфера бизнеса – это не столько бизнес, сколько синтез творчества и материальное воплощение блистательных творческих идей. И мне кажется, именно потому что вы взялись за вот такие проекты, они у вас получаются успешно. Потому что, наверное, сейчас идет торжество действительно творчества по всему миру. И лучше всего продаются какие-то высококреативные идеи. И, может быть, неспроста те ситуации, когда, ну, просто мы потребляем природные ресурсы, нефть или что-то, они терпят удары от кризиса наибольшим образом. А те сферы, в которых превалирует все-таки подача креативности, подача идей, творчества, они будут выходить на передний план с большей силой. Ну, может быть, таков мой персональный прогноз. Дай бог. Возможно, я ошибаюсь, но посмотрим. Я сейчас прогноз КВНа сказали. Чем грустнее в стране, тем смешнее шутят КВНчики. Нет, немножко более, я говорила, прагматичнее, возвышеннее одновременно. Спасибо вам, Сергей, вам процветания, здоровья, удачи, вдохновения постоянного. И приходите к нам на передачу еще. Красота не просто спасет мир когда-нибудь, она уже спасает его сейчас. Те бизнес-идеи, которые черпаются напрямую из души и сердца человека, из его взаимосвязи со Всевышним, из его творчества будут становиться все более востребованными, все более ценимыми, все более популярными. Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо.